На открытие пришло много верующих и просто любителей истории. Масштабы выставки действительно поражают. На стендах все самое интересное из истории этого уникального архипелага и почитаемого монастыря. Старается изобразить всю историю славков от момента их освоения, с пришествием туда первых монахов для отшельнической жизни, удаления от мира, создания удивительной словецкой цивилизации и культуры, последующее разрушение времен богоборческих гонений и день современной восстановления. У архипелага непростая яркая история. С 1553 года Соловецкий монастырь стал тюрьмой. Туда ссылали провинившиеся священнослужители. После революции 1917 года архипелаг стал трудовым лагерем. А во время Второй мировой войны именно соловки сыграли важную роль в защите северных морских рубежей от вражеского флота. Все это можно увидеть в старинных фотографиях и в документах. Значимость выставки отметил митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. И нам, жителям и Сочи, и всем, кто сюда приезжает, очень полезно и нужно посещать эту выставку, посетить эту выставку. И мы должны знать хорошо историю своей страны, историю церкви. Уже не первый год выставка путешествует по городам России. Каждый раз экспонаты меняют, благо в запасниках музея Соловки есть что показать. На переезд столь масштабной коллекции затрачиваются огромные усилия. Только на сбор экспонатов перед поездкой в Сочи организаторы потратили около полугода. Сочинцы, как и гости нашего города, могут все это видеть, воспитываться на этом. Конечно, это огромная заслуга нашего владыки. И еще раз от всех наших сочинцев большое вам спасибо. Посетить выставку можно до 20 мая. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.